Уважаемые коллеги, категоричность устных обвинений заместителя советника президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности господина Беннародца, который обвинил Россию в нанесении авиадара по гуманитарному конвою в Алеппо, а также утечки американской стороны о якобы присутствии там самолётов Су-24, вынуждает нас раскрыть деликатные подробности трагического инцидента 19 сентября. Начну с того, что Минобороны России располагает данными объективного контроля воздушной обстановки вечером 19 сентября, в период, когда якобы был нанесён авиаудар по гуманитарному кону. Российские самолёты не планировали и не наносили каких-либо ударов в районе населённого пункта Урум-эль-Убра. Их в данном районе не было вообще. Более того, вечером 19 сентября в ходе телефонных переговоров российским представителем командования авиагруппы на авиабазе МИМИМ был подробно об этом проинформирован представитель командования ВВС США в звании полковника. Фамилия его хорошо известна американской стороне. Однако, тем же вечером 19 сентября именно в этом районе в воздухе на высоте 3600 метров со скоростью 200 км в час находился ударный беспилотник Международной коалиции, взлетевший с турецкой авиабазы Минжир. По эффективной отражающей поверхности данный летательный аппарат был идентифицирован нашими системами контроля воздушной обстановки как беспилотный летательный аппарат типа предаток, хищник. Причем данный аппарат зашел в район населенного пункта Урум-Эль-Кубра, где находилась автоколонна за несколько минут до ее возгорания и ушел из района спустя около 30 минут. Хочу подчеркнуть, что как и в случае, страгедия в районе населенного пункта Дерезор 17 сентября, когда в результате авиаудара коалиции погибло и было ранено более 200 человек, мы не делаем голосовных выводов. С какой целью этот беспилотник находился в данной точке в нужное время и какие задачи там выполнял, знают только его владельцы. Специально для господина Бенароцца поясняем. Данный тип беспилотников может не только мониторить обстановку, но и наводить наземные средства поражения, а также самостоятельно наносить высокоточные удары по наземным объектам. Теперь хочу особо обратить ваше внимание на определенные закономерности. В последние дни голословные обвинения России в якобы неприцельных по матюровках Сирии, например, как сегодня в районе населенного пункта Хантуман, нарастают в геометрической прогрессии. Прием этот всем давно известен, а мотивы его лежат на поверхности. Наши западные коллеги делают все, чтобы на фоне информационного шума замылить трагедию в районе населенного пункта Дей-Резор, намеренно отвести фокус внимания мировой общественности от развязывания боевиками Джабхата-Нусса наступления на город Алеппо и тем самым скрыть несостоятельность Соединенных Штатов Америки в разведении отрядов умеренной позиции и террористов в Сирии.